Приветствую вас, Алексей. Давайте мы с вами разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, что коллеги вам достаточно подробно все описали, настолько, насколько это возможно, да, вот с учетом той информации, которую вы предоставили с учетом того объема материала, который вы озвучили. И я полагаю, что добавить здесь можно лишь что-то с точки зрения определенной школы психологии, определенного взгляда на психологию, да, с точки зрения определенного метода психологической работы. И здесь уже многое зависит от того, пройдет ли вам метод или нет, пройдет ли вам та или иная методика или нет. То есть кому-то подходит когнитивно-поведенческая, кому-то подходит смысловая, кому-то подходит психоаналитическая, кому-то подходит транзактная, кому-то подходит гестант и так далее. Это все, я полагаю, необходимо учитывать при дальнейшем рассмотрении моего ответа, в котором я постараюсь раскрыть вашу проблему. Итак, вы пишите «Очень хочется побороть одну проблему» или «не одну». Сразу постановка вопроса здесь является деструктивной, потому что «побороть» означает «подавить». Подавить означает обесценить, означает отодвинуть на задний план, принизить и так далее, что не является чем-то продуктивным, чем-то качественным и чем-то полезным, как ни странно, для вас. Поэтому, если вы хотите побороть свою проблему, то это уже является проявлением, так сказать, конфликта. а именно вашего конфликта, а именно вашего конфликта. или если вы хотите побороть какую-либо проблему, то получается, что у вас имеет место быть чувство вины. То есть, вы обвиняете себя за, ну вот, за то, что у вас есть какие-либо определенные желания. Вот. И здесь важно относиться к тому, чего вы хотите правильно. То есть, если у вас есть зависимость, неважно от чего, да, то значит, есть какие-то желания. И эти желания вы хотите в себе побороть. Вы пишите, что вам 33 года, что вы женаты, женаты и дети. Но какое наполнение вы им эмоционально придаёте? Вам 33 года. Хорошо. Что вы в это вкладываете? У вас есть дети. Отлично. Какое значение для вас они имеют? Понимаете? Дальше. Никак не могу избавиться от привычки зависимости. И здесь вы попадаете в достаточно распространённый, капкан, ловушку, когда пытаетесь именно избавиться от чего-то. По сути, говорите себе, я не должен, я не имею права, я не могу. Понимаете? Понимаете? Вот то, что вы себе говорите по сути дела. Это позиция неправильная. Избавляться нужно не от привычки, да. Избавляться нужно от деструктивной формы выражения вашего желания, которое имеет место быть. Но для этого необходимо уловить ваш выбор именно этой формы удовлетворения своего желания. То есть, то, как вы реализуете свои потребности, должно быть чем-то продиктовано. То, как вы выражаете свои потребности, связано с вашими решениями. То есть, однажды был элемент напряжения у вас. Ну, не важно, какого, какого. Может быть, с женой поссорились. Может быть, устали просто, там, эмоционально, да, или физически. Может быть, дети как-то вас раздражали. Ну, по-разному бывают. По-разному бывают. Вот. Не важно. Важно то, что была какая-то первая ситуация. И эта первая ситуация сподвигла вас на то, чтобы первый раз реализовать свое желание так, как вы это сделали. Вы это сделали. Положительный заряд, положительный эффект от того, что вы сделали, закрепился. И после этого вы уже имеете готовый паттерн, то есть, готовую модель поведения для реализации своего желания. И в следующий раз вам уже было легче, вам уже было проще делать, значит, то же самое. Что это повторить? Повторить то, что вы уже сделали. Поэтому здесь нужно рассматривать именно это. Какие обстоятельства были у вас, когда вы впервые решили свою проблему, удовлетворили свои какие-то желания, сняли, грубо говоря, напряжение определенным способом. Дальше. Пробовал завязывать, но это бесполезно, потому что не идет работа с потребностной сферой. Читал литературу, блоги, но все равно срываются. Правильно, правильно, вы взрываетесь, потому что ваше желание не удовлетворяется. То есть, по факту, по факту вы пытаетесь подойти к вопросу извне, по факту. Но не подходите к вопросу извне. Понимаю, что это меня просто убивает. Но вот здесь, конечно, хотелось бы подробнее немножко, чтобы вы описали, в чем именно вас это убивает. Имею свой бизнес, но не могу раскрыться на работу до конца. Но это уже дело не в вашей проблеме, а дело скорее в уверенности в себе и в понимании того, что вы делаете. Кроме того, у раскрытия в работе должны быть определенные критерии. То есть, если вы знаете, что вы не раскрываетесь в работе полностью, то, наверное, вы знаете, как это. Как это. Как это раскрыться в своей работе полностью. И вы сможете уже понять, что вам мешает. Постоянная лень, пищевая. Ничего не охота, откладывание на завтра. Ну, надо сказать, что здесь либо отсутствие мотивации. И тогда, если это действительно отсутствие мотивации, то, возможно, у вас есть определенный кризис. Ну, определенный, определенный, значит, определенный кризис. Может быть, это кризис вашего возраста, может быть, это еще какой-то кризис. То есть, потеря мотивации, потеря мотивации, в принципе, означает, что те мотивационные, значит, аспекты, которые имеют место быть, да, они вас уже больше не удовлетворяют. А новые вы не сформировали. Еще. Еще. Либо это может быть апатия. Апатия – это несколько другое чувство. Апатия – это когда на человека влияют несколько центробежных сил. Ну, таких сил, как, например, значит, внешние установки, нормы, морали, там, и так далее, и так далее. Апатия в данном случае защищает вас от куда более серьезных последствий, которые могли бы быть у вас в случае, если бы вы не испытывали бы апатии. И поскольку центробежные силы имеют свои источники, то в данном случае источники нужно эти и рассматривать, прорабатывать, осознавать, чувствовать по-новому и грамотно интегрировать их в вашу психологическую реальность. Откладывание на завтра – это, по сути, следствие всего того, о чем вы говорите, о чем вы говорили перед этим. Спорт, занятие с детьми, дом и т.д. Я уверен, всему виной мой порог. А, нет, понимаете, вот, виной – не порог. Всему виной – не порог. Раз, потому что кто-то не порог. А, дело в том, дело в том, дело в том, дело в том, что то, что вы делаете, то, что вы делаете, это следствие в том числе. То есть, то, что вы смотрите порно – это такое же следствие, как и того, что вам ничего не охота, того, что вы откладываете на завтра, понимаете, и так далее. Это все следствие этого. То есть, это просто еще одно проявление, как бы, да, и не более того. Причина, она, скорее всего, глубже. Причина, она в атмосфере вашей семьи, в работе и так далее. Вот это все нужно анализировать. И когда проблема будет выявлена, ваша неудовлетворенность, ваш конфликт, вот, тогда уже можно будет вам давать какие-то рекомендации, и вы будете действительно менять свою жизнь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...